В этом видео я покажу новый способ нарезки веревки из пластиковой бутылки, расскажу как сделать такой бутылкорез и продемонстрирую несколько приемов применения термоусадочных свойств веревки из пластиковой бутылки. Как видите, новая конструкция бутылкореза выгодно отличается малыми габаритами, простотой изготовления, а главное простотой использования. Теперь нет необходимости ни предварительно надрезать ленту, ни прижимать бутылку к лезвию второй рукой, новая конструкция делает это сама. Нужна только бутылка и одна свободная рука. Кроме того, новая конструкция бутылкореза позволяет нарезать ленты разной ширины, не переставляя лезвия. Этим станком я нарезаю ленты шириной от 1 мм до 1 см. Самую тонкую ленту легко спутать с рыболовной леской. Я успешно ее использую на донке. Рыба до 2 кг порвать такую леску не смогла. При нагревании лента уплотняется и укорачивается. Используя это свойство, легко сделать бесплатное разъемное соединение практически любых деталей. Такое соединение самое прочное из опробованных мной. Обратите внимание, даже без половины деталей козлы из жердей и ленты из бутылки удивительно прочны и выдерживают динамические нагрузки моего веса. Никакие шурупы, а тем более гвозди, на это не способны. Термоусадка стягивает детали не хуже болтового соединения. В последнее время я все чаще использую пэт-ленту в качестве временной струбцины. Петля из такой ленты выдерживает чудовищные нагрузки, никуда не сместится и не соскользнет. И к тому же ее не жалко. К примеру, просверлить отверстие 55 мм под острым углом к поверхности без применения ленты из полиэтилентера в тылат у меня не получилось. Эта лента полезная вещь и все время находит все новые и новые применения в хозяйстве. Обмотка рукояти пэт-лент и молотков и топоров защитит их от сколов и вмятин. С годами у плоскогубцев, кусачек и прочего инструмента защитные рукояти разваливаются. Обмотка таких инструментов пэт-лентой будет более долговечной, так как полиэтилентера в тылат более устойчив к низким температурам и ультрафиолету. Все, что потребуется для изготовления такого бутылкореза, это обрезок уголка или швеллера, лезвие от канцелярского ножа, две гайки М5, шпилька М5 или кусочек проволоки. На проволоке можно нарезать резьбу отдельно. И деревянный брусочек распорка. В обрезке швеллера надо просверлить сквозное отверстие под болт М5 таким образом, чтобы это отверстие совпало с монтажным отверстием в лезвии канцелярского ножа. Затем, отступив от просверленного отверстия на ширину гайки, сделать пропилы в уголке разной глубины. Глубина пропила будет ограничивать ширину ленты. Все детали готовы, осталось бутылкорез собрать. Для этого надо вложить в швеллер лезвие и, совместив отверстия, продеть в них шпильку или проволоку. И если у вас швеллер, то распилить гайками стенки швеллера, а если у вас уголок, то зажать гайками одну из стенок уголка. Чтобы заневолить второй конец лезвия, ставьте в бутылкорез деревянную распорку. Все, теперь у вас есть доступ к бесконечному запасу веревки. А еще теперь у вас будет много донышек и горлышек от бутылок. Как отливать из них различные детали я расскажу в одном из следующих видео. Но сначала смонтирую обещанное видео про изготовление двухсторонних колец из монеты. Если видео вам понравилось и вы хотите еще, ищите другие видео на моем канале, они не хуже. Отдельно рекомендую мое видео про изготовление лука из ПВХ трубы. А чтобы не пропустить новые видео, подписывайтесь на канал. С вами делился опытом адвокат Егоров.